здравствуйте друзья добрый вечер прочитал я сегодня статью интересно хочу вам пересказать ну и может быть так прокомментировать написал ее майкл блумберг этот человек очень известный в соединенных штатах и наверное во всем мире тоже это 6 человек по состоятельности по богатству личному в мире у него его личное состояние там 44 миллиарда долларов ему 75 лет и он не только бизнесмен он еще филантроп известный он еще и политик тоже майкл блумберг был мэром нью-йорка уже будучи бизнесменом известным он вот как-то вот решился так сказать поучаствовать в жизни города родного и он был избран мэром и был неплохим мэром я никогда не слышал что тут у него там сильно ругался по всяком случае когда говорили поговаривали что майкл блумберг выставит свою кандидатуру на выборах президента сша там как независимый кандидат он не демократ и не республиканец он независимый во всяком случае сейчас то есть я думаю что мэром он был скорее всего от а демократов то я честно сказать и не помню может быть он был и мэром и демократ или демократом и республиканцем а может быть и независимым вот не могу сказать сейчас он зарегистрирован как такой независимый сам по себе Хотя, безусловно, это человек, в взглядах, либеральный, достаточно либеральный. И вот, ну, такой партийной аффилиации у него нет, он сам по себе. Майкл Блумберг пишет на тему об иммиграционной политике США, и он такой не ангажированный, он как бы с позиции здравомыслящего человека, так как бы пишет, поэтому вот хотелось вам рассказать. И что его зацепило из последних событий, его зацепила вот эта ситуация, когда ужесточили меры по выдворению из страны тех, кто попался. Вот, как бы, да, если раньше, например, этот процесс был более сложным, и кроме того, вообще-то, как бы есть список приоритетов на выдворение, да, там криминал в первую очередь, там еще что-то. И даже Трамп, вот он, там свой какой-то список составил приоритетов, включив туда на последнем месте, там идут люди, которые незаконно воспользовались там социальными программами и так далее. Но как-то вот сейчас такие вещи происходят, что прямо на улице там хватают людей, проверяют и там, и могут и депортировать, такие случаи сейчас есть. Там, правда, вот был случай такой, ну, как бы, типа скандальный, то есть из этого развился скандал, что вот мать схватили, а у нее тут дети американско рожденные, значит. И вот, короче, ее отправили, а дети тут остались. Поскольку дети, как бы, граждане, в принципе, я так понимаю, что детей никто не выдворяет, но если мама хочет забрать своих детей, я так понимаю, что проблемы с этим нет. Но, тем не менее, значит, есть случаи, есть уже случаи, когда родители выдворяют, а детей там отдают по, ну, как бы, в систему, так сказать, вот эту вот, ну, грубо говоря, там детских домов, но, естественно, может быть, это немножко по-другому делается, но не суть. То есть, фактически разлучают детей с родителями вот таким вот методом, и он выступает так, что вот это неправильно все, говорит он. То есть, не в том смысле, что, конечно, надо разрешить тем, кто здесь нелегально оставаться, тут со своими детьми, он говорит, ну, вообще, всю систему надо менять. И вот он, как бы, рассуждает о том, что систему надо менять. И рассказывает, что да, действительно, у нас вот проблемы, например, вот интересная цифра была, я не знал, значит, он пишет, что 54 тысячи человек, как бы, без документа, так называемым undocumented, значит, minors, то есть несовершеннолетние, 54 тысячи несовершеннолетних и сопровождающих их взрослых, так, значит, задержаны на мексиканской границе, при том, что они не мексиканцы, а это в основном люди там из других стран, которые через Мексику идут в Соединенные Штаты. 54 тысячи задержаны с 1 октября до конца января, до 31 января, за 4 месяца, 54 тысячи человек, и это в 2 раза больше, чем год назад, за тот же самый промежуток времени, в 2 раза больше, то есть как-то рвануло, значит, идут люди из стран, где действительно тяжелые условия, какие-то там бандитские режимы и так далее, и так далее, и вот, плюс еще есть, да, мы знаем, что есть люди, которые просто на работу приходят и не уходят потом, и проблема еще в том, что они, ну, держать, нет таких вот лагерей, где их можно держать, кроме того, поскольку их много и не хватает вот этих офицеров, которые обслуживают, то, соответственно, их выпускают там, ну, до рассмотрения, это занимает приличный срок, скажем, в том же Лос-Анджелес, там 4 года, там, где несовершеннолетние, там быстрее вроде, но, ну, так вот, может долго продолжаться, поэтому, да, а с ними уже и криминал проходит, и там, и наркотики, и все дела, и, в общем, по-всякому, и это проблема, которую надо решать, то есть никто не говорит ничего, но дальше, значит, Блумберг говорит, что да, правильно говорит Обама, нужно, там, больше эмиграционных офицеров, Обама грозился, там, 10 тысяч человек нанять и натренировать, там, в ближайшее время, замечательно. Идея стены, ну, как бы, помимо денег, которые это стоит, как бы, окончательным и таким серьезным решением это не является, ну, ну, просто вот в силу того, что тяготение сильное, значит, найдут такие пути, сякие пути, значит, там, с визами будут потом не возвращаться, как и сейчас, это больше половины всех нелегалов, которые официально приезжали, но, значит, опять, Блумберг говорит, давайте разберемся, почему все эти люди сюда идут, потому что у нас есть работа, у нас много работы в нашей экономике, на фермах, ну, и действительно, вот я вам рассказывал там, что свыше 50% людей, работающих у американских фермеров, это нелегалы, ну, кем их заменить-то, ну, правда, то есть, есть экономическая потребность в людях, эти люди идут из таких стран, где они, ну, как бы, ничего своим детям дать не могут, идут в такую страну, где, с их точки зрения, какие-то совершенно неограниченные возможности, как для них, так и для их детей, начиная с безопасности и кончая с, и кончая экологией, там, и заработками, и так далее, поэтому, говорит он, надо создать систему, в которой наша экономика получит людей, которые ей нужны для экономики, для работы, ну, ну, правда, но если нужны люди, так что теперь делать, давайте сделаем такую систему, ее сегодня нет, нет, нет системы, когда можно взять людей на сезонную работу и потом отправить их обратно, такой системы толком нет, то есть, она в каком-то, в каком-то виде существует, но, как в практическом плане, можно сказать, что ее нет, то есть, полагаться на нее нельзя, дальше он говорит о том, что те люди, которые в стране находятся достаточно давно и ничем плохим себя не зарекомендовали, надо дать им возможность получить, как бы, путь, там, к гринкарте, к гражданству впоследствии и так далее, и так далее, и это, как бы, можно сказать, что спорная штука, да, потому что люди, которые такие уперто законники, они говорят, как это так, закон нарушил, нельзя же поощрять тех, кто нарушил закон, и это все понятно, это правда, то есть, мы в данном случае не спорим с этим, но публиковали вот статистику, что 70% людей, 70% людей, которые голосуют за республиканцев, считают, что нужно дать возможность легализации тем, кто здесь находится достаточно давно, там, 5 лет, 10 лет и так далее, их очень-очень много, это миллионы людей, нужно дать им возможность легализоваться, поэтому те, кто говорит нет, вот у нас принципы, принцип превыше всего, там, и так далее, плевать, там, на нашу экономику, там, или что-то, сейчас забор поставим, всех повыгоняем, там, туда-сюда, этих немного даже среди республиканцев, такая вот интересная история, они, конечно, могут заблокировать какие-то действия, там, в Конгрессе, там, и так далее, это тоже правда, это уже бывало, вот та реформа, которая в 2013 году должна была бы пройти, вот она из-за них не прошла, они ее сорвали, вот с этой логикой, но в целом в стране очень большая поддержка, 90% людей, голосующих за демократов, и 70% голосующих за республиканцев, считают, что нужно, нужно дать им возможность легализоваться, и не нужно их трогать. Так что вот, как бы, он так спокойненько, там, рассуждает, не принимая сторону тех или сторону этих, он просто, как человек бизнеса, он говорит, что люди будут сюда стремиться, независимо, ни о чем, законно или незаконно, есть такая идиома американская, если вам интересно будет, такая, by hook, hook, да, by hook or by crook, значит, ну, не дословно, но так по смыслу, там, любыми возможными способами, они будут сюда стремиться, и в той мере, в какой, как бы, и граница дырявая, и здесь же еще, знаете, есть большая индустрия, продают липовые документы, недорого, они, правда, липовые такие, как бы, там липа почти очевидная, то есть они такие грубо сделанные, но буквально там за сотню долларов, там, у нас была студентка одна, я помню, из наших, из советских, так сказать, а другая студентка, мексиканочка, которая была нелегальная и работала в Walmart, то есть в большой, серьезной компании, и вот это, и так говорят, а как тебе удалось? И она ее научила, пойдешь, говорит, в Сан-Хосе, на такой-то рынок, увидишь, там будет стоять мужик, и он так-так постукивает газеткой, вот как-то, или там чем-то журнальчиком, вот так постукивает, вот это, говорит, тот самый человек, ты к нему подойдешь, значит, короче, ей за 120 долларов сделали, я не понимаю, что там это было, грин-карты или айди там, ну, в общем, какой-то документ ей сделали, вот, я его видел, он такой немного, ну, ну, почти как настоящий, то есть если сильно не всматриваться уж прямо вот так вот, то вроде как и сойдет, и она, правда, там вместо, ну, группа там какой-то Юлии Петровны стала там какой-то там Мария и Гонзалес там, или там еще как-то, то есть почему-то ей еще и имя дали мексиканское, хотя фотографию повесили ее, она ни слова по-испански, она, правда, испугалась этим пользоваться, понимая, что это так, как бы, совсем дело такое керосинное, вот, но, во всяком случае, вот такой случай, очень-очень-очень много людей ходит вот с такими документами, да, они как бы нелегалы-нелегалы, а вот такое ксима у них есть, и вот, например, в Walmart, смотрите, Walmart, уже можно, вот, там берут на работу, я думаю, не только в Walmart, еще там куда-то, он пишет о том, что надо ввести биометрические паспорта, биометрическую, как бы, идентификацию личности жителя США, легитимного, чтобы не было никакой возможности, там, скажем, нелегитимному, там, получить работу, ну, то есть, он говорит о том, что те проблемы, которые есть в этом деле, решаются гораздо более простыми и дешевыми путями, нежели возведение стены, там, где тысяча миль, там, будет стоить, вот сейчас посчитали, там, 38 миллиардов, а граница 2000 миль, ни одна. В общем, так он как-то вот по-своему. И дальше он говорит, что основная проблема вот этого всего состоит в том, что людей, значительное количество людей удалось убедить в том, что есть очень простые решения, типа, поставить большую стену и всех депортировать. и вот кажется, что вот это все решит, но это не решит, потому что в экономике все равно нужны люди, которые работают на фермах, и есть все равно много людей, которые стремятся попасть в США by hook or by crook. Значит, лучше, чтобы это было by hook, нежели by crook, как он объясняет. И, значит, так что, вот такая интересная, такая интересная статья. Я, ну вот, может быть, на 95% с ним согласен. То есть он, конечно, с либеральных позиций к этому подходит, но там нет гнилого либерализма. Там такой либерализм практический, практический. И он, мне кажется, если бы вот такие люди, как Майкл Блумберг, проводили бы вот эту реформу, то было бы, в общем-то, дешево, практично, и все было бы путем. Да, так что, не знаю, вот когда там говорили, что вот пусть бизнесмены придут и Америку назад вернут там в хорошее состояние, да, там. Вот пусть бы такие, как Майкл Блумберг, пришли. Я помню, вот, я рассказывал, что были слухи, что вот он выставит свою кандидатуру, как независимый кандидат на выбор, но он так некоторое время выжидал, выжидал, а потом сказал, что не будет. И мы с вами понимаем, почему это происходит. Это, ну, из очевидного. Есть вещи неочевидные, мы можем просто не знать. Но из очевидного это колоссальная нагрузка на здоровье человека. Это поливание грязью на самом таком высоком и массовом уровне. И это ответственность, конечно, чудовищная ответственность. И потом от 10 на 75 лет, но был бы моложе лет на 10. Конечно, другое дело, может быть, было бы, я не знаю. Мы видели очень много достойнейших людей, достойнейших, которые отказались участвовать во всем, отказались быть кандидатами в президенты, потому что так много труда, так много усилий, так много грязи, отвратительной, мерзкой грязи в это во всем вовлечено, что такое ощущение возникает, что маломальски порядочному человеку как бы просто невозможно в этом участвовать. Так вот, такая фигня получается. В общем, друзья, я вам рассказал, чего пишут. Я очень глубоко уважаю Макла Блумберга, и поэтому так вот подумал, что есть смысл рассказать. Пару слов о нем сказать, и пару слов о том, что он пишет. И, может быть, я под конец порекомендую вам читать Bloomberg.com. Наверное, он есть на разных языках, я не уверен. Там и телевидение свое есть, и веб-сайт хороший есть. Я люблю этот сайт. Это первый сайт, который я проверяю с утречка. Вот, то есть я могу там 3-4-5 посмотреть, но обычно я иду на Bloomberg и смотрю там. Это первый сайт, который я смотрю. А потом дальше там немножко слева, немножко справа, немножко иностранного. там BBC, там немецкая волна и так далее. Иногда очень интересно пишут именно там, глядя на Америку, вот с европейского континента. Тоже очень интересно бывает. Ну, в общем, счастливо, и до скорых встреч. Завтра у меня урок с утра, поэтому я выйду попозже со своими видео, вот не так, как обычно, а на несколько часов позже, когда вы будете спать. Счастливо! В 간фottel! ВОДКО! Ну, конечно! Счастливо!